Доброе утро, друзья! Опять Ежов с кривым лицом, хотя я сегодня проспал 11 часов. Вот прям без шуток, лег в 10 и проснулся в 9. Сейчас уже время 11 часов, а лицо у меня почему-то не пришло в себя. Мы уже позавтракали, сходили на 10 этаж. Позавтракали. Он у нас включен, что за это не платили. Взяли кофе-ку себе в дорогу, раф, капучино, и сейчас... Я даже не знаю, куда мы прокатимся. Катюнь, куда глаза глядят? Да, я хоть и в дорожки всякие неизвестно посмотреть. Ну тут в городе-то особо не посмотришь. Слушай, эти виноград-то мы уже изучили, давай-ка изучим Махачкалу. Ну, знаешь, тут есть как бы моменты, не особо покатаешься, потому что машин много. Я бы предложил какой-то маршрут выбрать. Так я говорю, помнишь, мы с тобой когда ехали куда-то на Бархан эти, да? Ну, в песочницу большую, в пустыню. Там было очень много таких дорожек свободных. Там дети что-то бегали, помнишь? А, ну это уже окрестности, это уже не Махачкалая. Я думаю, ты по самому городу. Тут просто не очень комфортно, я бы сказал, кататься, потому что тут движение, ребят, для неподготовленного водителя очень экстремальное. Что еще хотел добавить? В целом отель классный. Спал я, ну, так как 11 часов. Очень комфортно. Сейчас будем выходить из номера. Да, я единственное спешу кусочек, я не хочу сказать. Что ты хочешь сказать? Про меня гадости какие-то. Все, ребят, мы уже позавтракали. Хотела сказать, что, сейчас ставлю сюда кадр, каши гречневую, которую я там кушала, вкусно, все прекрасно. Просто хотела сказать, что я дома также готовила гречневую кашу, тебе помнишь, на молоке с маслом? Ну. И в обычную тарелку положила, просто глубокая белая тарелка. И выглядело это как, ну, столовская каша. Здесь тарелки как бы ого-го, вот смотрите, как это все выглядит. И я так подумала, может быть, нам просто посудой обзавестись, и моя еда будет выглядеть не простой. Ты видела у тебя вот то, что я тебе говорю по поводу гречневой каши? Ты мне очень много молока наливаешь, и получается как суп. А ты ела сейчас, она была промоченная молоком, но при этом субстанция немножко другая. У меня просто мама всегда готовила гречневую кашу. А я вот как раз в детстве ел вот как они вот здесь готовят. А я наоборот, ела как суп всегда. Нет. Ну, мне мама так готовила, я привыкла. Ну, ладно, буду тебе готовить как здесь. Меньше, меньше, чтобы сама гречка впитала молоко, и, соответственно... Все, пусть Катюха записывает. Сейчас будем выходить, я, наверное, все-таки умоюсь, друзья мои. Потому что, ну, с таким лицом, как будто я прям бухал вчера. Я немножечко умылся, и даже будто бы стал похож на человека. У нас есть еще одна задача. Это заехать на местный рынок, взять каких-нибудь вкусняшек, подарков для наших родных и близких. Для бати кое-что из алкогольного посмотреть. Возьмем вот эту пасту, которую вот я спрашивал только что у официанта. Урбеч. Урбеч, точно, точно. Только что он говорил, но я уже забыл. Может быть, какие-то национальные приколдесы посмотрим из посуды. Вон, у мамки кружка разбилась. Она вчера так, мне кажется, даже намекнула. Так, давай-ка это вырезай или запикивай. Я это когда выложу, уже мы подарим ей все. Уверен? Да, конечно. Если нет, то запикай. Ну, конечно, конечно. Поэтому не переживай. Короче, друзья, такая фигня произошла. Почему Катя говорит, что запикай? Я выкладывал видос, где рассказал о том, что Тёмику что-то достанется на Новый год. И он, блин, узнал об этом. Он в жизни не смотрел мой канал. И каким-то случайным образом видео порекомендовалось ему. Он посмотрел. Потом напросился к маме в гости. И такой, ой, бы сейчас бы что-нибудь пособирать. Ой, бы сейчас такими полонамеками. При этом все видел. Что за коробка? Ну, у него, конечно, безумная реакция была. Он сказал, что это лучшее вообще из подарков, что он когда-либо получал. Ему очень понравилась эта машина. Вот, Катюшка тут собирается потихоньку. Вот, поэтому вот к чему отсылка, что вы обязательно запикай. Да все, наверное. Да? Можно выходить. Давай с тобой возьмем кар-маунт и приклеим все-таки. Просьба, сегодня побольше наслаждаться всем, что мы видим. А то мы вчера камеру из рук не вынимали. И все, можно пропустить так. При этом я постоянно говорил, все, не будем записывать. И в итоге еще несколько раз это делал. Сегодня в меньшей степени, на самом деле, у меня будет усталость от камеры. Потому что вчера это, конечно, был перебор. Я согласен. А тут у нас обычное городское видео. По Махачкале чуть-чуть погуляем. На рынок сходим, покатаемся в окрестностях. Прекрасная погода. Светит солнце, голубое небо. Местами облачность, но не критично. Тачку я вчера по-уродски поставил. Вот так. Ну, тут вообще не было мест. Ну, и как бы Махачкала тут особо никто и не запаривается. По поводу как встать. Никого это не волнует. Вчера, когда мы заезжали в Махачкалу, ребята, дул такой ветер. Нам пришло в виде смс-ок предупреждение, что силы ветра до 28 метров в секунду. Блин, тут ребята вообще просто с ума сходили, которые переходили дорогу, их сносило. Мы с Катюхой, когда с рюкзаками пошли к отелю, я вижу, Катюху даже прям сносит. Вот я вешу 72 килограмма, и мне даже было тяжело. Хотя 72, что, я же не какой-то прям титан. Ну, я 40. И вот 40 килограмм прям, вот, я говорю, меня стопило максимально, даже иногда чуть назад отталкивало. Ну, когда в лицо ветер, я иду вперед, и меня прям даже назад немножко. То есть настолько тяжело было вообще. Я еще, знаешь, пытаюсь, типа, что-то говорю, например, и тебе сказать хочу, открываю рот. Мне как вот это все летит, я как будто это начинаю задыхаться. Понимаешь, да, вот это ощущение? Очень сильное ветер. Это же самое, когда едешь по дороге, открываешь, высовываешься в окно, и тяжело дышать. Да, ты не можешь просто вдохнуть. Да, ты можешь вдохнуть, потому что быстро едешь, поток воздуха быстрый. Блин, я тебе вчера кричала, Андрей, возьми меня за руку, возьми меня за руку, потому что мне сдувало. Я шла за тобой. Я не слышал, видимо, из-за ветра. Я поднимаюсь по ступенькам, меня сдувает, и думаю, сейчас башку я по ступеньке, блин, разобьюсь, если упаду. Я не слышал ничего из-за ветра, я тебе серьезно говорю. А как, ты не слышал, если ты мне в ответ что-то крикнул, типа, сильный ветер, типа, побежали, что-то такое. Ну, что ты мне там сказал, сильный ветер? Я, наверное, не услышал, и говорю, сильный ветер, типа, пошли. Ну, я тебе серьезно говорю, я не слышал. Вот так вот, слышал, забежал бы в отель, один такой повернулся, а Катя уже на ступеньках. Ты такой, ву! Тут реально, ребят, вот мы смотрим из окна, тут, блин, бахила, какие-то пакеты на высоте 100-150 метров летают. О, да, на высоте, это, вот сколько там? Да выше, там в три раза выше дома. И вот сегодня прикольно, бахил такой летел, одинокий по небу. Все, ребят, мы поехали куда-нибудь, куда глаза глядят. Небольшое включение, Катя тут восторгается кофе, который мы взяли в ресторане Жак. Говорит, 10 из 10. Да, прям десяточка. И стоит недорого. 370 рублей за капучино, 03, да, и за RAV 03. Сержио пиццы мы берем тоже капучино и RAV за 500 рублей. Но я бы сказала, Сержио пиццы теперь на девяточку или на восьмерочку, а это на десяточку. Ну, я опять же тебе, Катю, говорю, то, что все-таки здесь не Москва, не такие цены высокие. Так-то там, где мы берем все РЖ пиццы, там тоже уже не Москва. Ну, Подмосковье все равно цена охеревшая. Ну, ладно, в любом случае, мне очень нравится вот эта кофе. Все, наслаждаемся и едем. Пока небольшие пробки, решили маме позвонить. Здорово. Здорово. Ну, че ты там? Здорово. Ну, что, пишу, но уже не буду, наверное, писать. Вот, ладно, так скажу, Тёма счастлив вообще, да, соплей. Вчера вообще-то это со слезами, соплями спать уложила, потому что расставалась прям, ну, немножко. А, он хотел дособирать, да? Да, конечно, вчера прямо все, вот такое противостояние, я прям это... Ну, поругались, да, обиделись, как нам только поругались. Ну, так, все, все, встал сегодня, конечно, не в 2, не в 12, а где-то 20 минут. 11-го, ну, считай, 10 часов. Ага, и начал дособирать, да? Ну, дособирал, а сейчас валяется, выбиться. Ага. Вот классная игрушка получилась, и вот даже удивительно, она такая, на, он говорит, на Volkswagen Жука похожа, да? Ну, да, это ретро, это Citroen. Да, ну, красивая очень. Держим путь на Дербент, немножко там погуляем, что-то посмотрим, и поедем уже назад на Хачкалу. У нас, я уже повторюсь, задача сходить на рынок, выбрать какие-то подарки для родных и близких, и не забыть и про себя. Ну, вот, как-то так. То есть, сегодня мы на полном Чили, а завтра уже поедем на Сулакский каньон. Там очень красиво, меня тоже туда тянет, как и в горы. Место, конечно, превосходное. Сейчас мы проехали Каспийск, направляемся к аэропорту. Ты, может быть, даже видишь, вон, самолет стоит на фоне. Вот. Ну, и продолжаем болтать, пить кофеек, я покуриваю. Офигенно, ребят, просто расслабляемся и кайфуем. Визуальный оргазм от солнышка, в котором мы очень соскучились, и голубому небу. То, что, возможно, кому-то уже надоело, что мы особый акцент на этом делаем. Правда, это очень красиво все. А, вот, смотри, вывеска аэропорта. А Сулакский каньон, это то место, где я сидела на камушке прямо на добром округе. Да, 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 это туда. Я туда собиралась просто, как кошка на четверейку, и так вот за все держалась мне просто, чтобы фоточку сделать. Но там все фоткались, как бы камушек надежный. Нет, страшно, страшно. Ну, ладно, может, не рассказывать, завтра туда поедешь, и все, и все покажешь. Потому что людям, возможно, будет тяжело понять. А что там за самолет? Это, по-моему, Ту-154, если не ошибаюсь. Мы, кстати, по этой же дороге с тобой ездили. Помнишь этот экраноплан, который мы смотрели? Да, 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 да. Вот, это за Дербентом. Это дороги мы ехали, вот это то, что я вспомнила. С правой стороны был какой-то большой магазин, супермаркет. И мы там покупали вот эти вот большие банки орешков в Меду. Да, да. Мама. И так нравилось, что твои, что моей маме можно еще раз обзять. Только уже не такие огромные банки, наверное, поменьше. Да нет, давай на рынке посмотрим. Сейчас уже не будем в магазин заезжать. По-моему, Ту-154. Как-то вообще понимают, у меня все самолеты одинаковые. Просто большой-маленький, большой-маленький. Сейчас едем по федеральной трассе Р-217. Я выезжал второстепенной дороги. Соответственно, внес поток слева-справа. Я выезжаю, особо никому не мешаю. Ну, там одной газельке, которая 3 секунды, наверное, постояла. Я думаю, что это не страшно. В итоге, когда я повернул, там стояли депосы. Катя такая, о, депосы сейчас тебя тормознут. Меня реально тормознули. Я открываю окошко, он проверяет документы. И начинает рассказывать. Андрей, ну зачем создаем аварийную ситуацию? Дождался, газель проехал, никого нет. И спокойно бы выехал. Я ему начинаю говорить, блин, я говорю, я вообще так не могу здесь привыкнуть к этому движению. Никто никого не пропускает. Мы в итоге, там, разговариваем, разговариваем, он мне дает совет. Блин, Андрей, тут надо ездить, как дагестанец. Я говорю, я не могу привыкнуть. Я сам, говорит, откуда? Я говорю, из Москвы. У нас все в камерах, ну, типа, мне непривычно. Он говорит, ну, ничего, 2 месяца поживешь, привыкнешь. Ну, такой классный совет я получил. А на самом деле, газель-то я сильно не мешал. Ну, 3 секунды, чувак, подождал, пока я выехал спокойно. Вот. И в итоге у меня 5 раз эта газель, блин, погудела. Видимо, из-за этого меня и тормознули. А так-то я и не видел. Ну, у меня не проглядывалось там на километр вперед, сколько там еще машин. Потому что, грубо говоря, 3 заезжали, откуда я выезжал, и одна газелька. Вот. Он говорит, я не собираюсь тебе ничего писать. Он говорит, ну, просто поаккуратнее. Он говорит, будь как местный. Будь как местный, да, говорит. Я, блин, такого никогда от ТПС совета не получал. Потому что местные катаются тут, ну, неоднократно уже рассказываю. Махачкала, Формула-1. Формула-1, да. Сейчас в городе были. Светофор моргает желтый. Я начинаю притормаживать, останавливаюсь отступлений. И слева, справа еще 3-4 машины проехали. Прямо на красный. Пофигу вообще. Красный загорается. Потом желтый. Проходит вот буквально прям, не знаю, полсекунды. Все, они уже начинают стартовать. Как будто вот опаздывают на, не знаю куда. В роддом жене. Короче, ездить здесь новичку. Ну, немножко напряжно. Я бы так, наверное, сказал. Ну, ничего. Я начинаю привыкать, конечно. Но не так быстро. Нам осталось полчасика. Буквально 27 километров. Там мы будем смотреть на старый город. Как называется? На Ленкало, по-моему, если лишь. Ну, короче, я сам не знаю. Потом подсмотрю уже в интернете. Я надеюсь, нам очень понравится. Потом подумаем. Либо в Дербенте сходим на местный рынок и что-то посмотрим. А, ну вот, на Ренкало. Сейчас по федеральной трассе нас тормознули еще раз ДПСники. Но это просто была проверка. И так прикольно получилось, что инспектор был из Саранска. Я говорю, о, нифига себе. А почему он вообще сказал, что из Саранска и прикомандированный? Я у него начал спрашивать как раз про рынок. Он говорит, я не местный. Нас сюда командировали, мы не знаем. Я говорю, о, Саранск, ничего себе. Я говорю, у меня мама родилась в Саранске. Такого, нифига себе. Я говорю, и брат. Я назвал деревню, в которой мама родилась. Я спрашиваю, знаешь, он говорит, да, конечно, он такой руку тянет. Ну, там попросил багажник открыть, капот, все вот это. Ничего. Бардачок. Все открыл, показал. Он так обрадовался. У него прям на лице улыбка была. Типа земляки. У-у-у. Я говорю, ну, я сам родился, правда, в Москве. Вот. Так решили родители. Я говорю, ну, вот, как бы, родные оттуда. Сейчас одеваемся и идем смотреть на старый город. Но я обратил внимание, что там много новостроя. Сейчас будем со всем разбираться. Естественно, мы не читали ничего заранее. Поэтому каких-то исторических фактов не ждите. Но если что, я буду подкадрить и делать, и текстом отбивать. Какие-то приколдесы. Аккуратно. Спасибо. Я просто боюсь, что ты в кофе рукавом не летела. Ты не бойся. Ничего, не бойся. Жизнь одна. Боюсь прямо. Кайфуй. Так, что нам нужно с собой взять? Телефон. Дурина. Может, еще какие-то снимочки по делу. Так, что туда? Нас будут трое. Я, ты, муу-у-у-у-у-у-у-у-у. Я, ты, му-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. И по дороге тут встретили Волгу. Красотка. Сейчас, конечно, такие редко увидишь на дорогах. Их все меньше и меньше становится. Но вот это в прекрасном состоянии. Такой прикольный диван, конечно. Нету разделения, как сейчас в машинах. И они очень мягкие. Я однажды сидел в такой Волге. Необычно. Это как, помните, в старых вагонах метро сидушки были такие резиновые, мягкие. Сейчас уже дубовые и разделенные. Ну, примерно то же самое и вот в этой Волге. Такси причем написано. Я думаю, что она на ходу. Потому что выглядит прям ухоженно. Да. И так... мне это все напоминает старый город баку очень похоже тут принципе и до баку то не очень далеко я думаю плюс-минус даже архитектура сейчас мы тут побродим и пойдем на дербенскую крепость наверху по лестнице надо будет немножко подняться так прохладненько знал бы шапку сделать смотреть какой вид открывается немножко запыхался крутой подъемчик снимаемся все выше ребят тут вид конечно бомба вообще крепость и город а вон море казмийское надеюсь вам видно опять же ветрено возможно микрофончики пробивает ничего потерпите надеюсь что сюда а а и Внутри цитадели, вход платный, 200 рублей с человека. Первая композиция, которая нас ждет, это тюрьма, подземная, малая. Туда кидают денежки, монетки. Наверное, это сурово в такой сидеть, учитывая, что она под открытым небом. Дождь, снег, все сыпется тебе на голову, если ты вдруг провинился. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так прикольно. Но ветренко. У меня уже уже замерзли, ребятушки. Еще выше взбираемся. Еще лучше вид будет. Вообще. Вот, как маленькая. Я иду дальше. Пройдем, все обсмотрим и назад к тачке греться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь, конечно, гораздо интереснее ходить и бродить, и рассматривать все. Когда-то подковали, чтобы понимать историю каждого здания. Как вообще это место появилось? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заблудиться можно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот когда он, кстати, рассказывал, я сверху как раз был. И я в окошке вон так вот ходил, смотрел, где-то, где-то, уже хотел крикнуть, Катюнь! А я тебя выискивал, оказывается, мы одно и то же слышали, только я внизу была, ты сверху. Да, я сверху. А еще я слышала, как он рассказывал про лампы, то, что там вот эти вот керосиновые какие лампы там вставили в эти окошки. Ну да, да. Еще что-то он рассказал, то, что накрывали человека медным тазом, и все понимали то, что он, типа, совершил какое-то непристойное поведение, типа, бан, что-то такое. Ну там он рассказывал про мужские, женские дни, и если там происходило какое-то нарушение, то применялись так называемые банные санкции на крытие медным тазом. Может быть, оттуда и появилось. Вот почему экскурсию берутся. Ты говоришь, я люблю своим входом, люблю своим входом. Крикни что-нибудь. У! Нет, спой что-нибудь. Я, ты, море. У Курского вокзала стою я молодой. Подайте, Христа ради червонец золотой. Практически, кто-нибудь подойдет, это издалека меня услышит, нет? Угу. А это у нас композиция Дербен вчера и сегодня. Вот. Как тут все восстановили, можно посмотреть на фотографиях. Напротив каждой останавливаться не буду, но я думаю, смысл понятен. Вот это интересно. Да, в целом, наверное, скажу так. Проще приехать и своими глазами все посмотреть, взять экскурсовода и насладиться экскурсией и интересным рассказом об этом уникальном месте. Потому что все это сооружение находится в наследии ЮНЕСКО. Ну и не зря. Вот так вот ходишь, смотришь, насторгаешься. Поздравляю с результатами работы. Желаю реализации всех ваших планов. Будем работать вместе. Владимир Путин, 28.06. А, ну вот, президент РФ оставляет первый отзыв. Книги для почетных гостей Дербенского музея-заповедника. И как раз сделали скан и сюда разместили, потому что это не оригинал. Видно, что распечатано. Это у нас композиция гостя Дербента. Сергей Меликов, текущий глава Дагестанской республики. Дмитрий Медведев. Ну ладно, тут уже не столь интересно. Вот, такое место. Мне понравилось. Не дается. Выходим. Сейчас нам надо будет по лестнице спускаться. Мы-то с тобой по земле. Там где-то сбоку поднимались. Сейчас по центральной. Вниз. До свидания. А? Что там написано? Где? Вот здесь, перед вами. А, выход. А, это вот так. Все, понял, понял. Не увидел. До свидания. Я сначала думал, что-то не так. Сейчас бы еще мне палочку снималочку из машины. Ну ладно, с рук тоже прикольно, я думаю, получится. Просели еще добрую женщину сфотографировать нас, но я там не знаю, как получился, потому что очень солнечно, невозможно. Давай вот, кстати, на фоне этого, вот, стены, красиво получится. Ну, давай. Ну, какое крупное групповое фото-то, а? Короче, ребят, вы уже догадались, мы сейчас вот так по лестнице и вон туда вниз. Где-то вон там у нас тачка стоит. Давай, давай, давай. Катюк, зачем тебе их фото? Елка. А, елка. Потом будешь вставлять, да, какие-то кадрики с телефона себе в видео. Наверное. Ну, я вообще думала, там телеграмм, запрещенный грамм, все дела. Не все же мы ютуб смотрят. Да уж, как они все поместятся. Слушай, а мы же здесь не проходили. Так я тебе говорю, мы сбоку там поднялись по грязюйке, а здесь лестница. Хочешь тупзик? Ну, мы туда уже не пройдем, естественно, поэтому... Опять 200 рублей, да, платить? Да, я думаю, нас спустят, билеты покажем, они же на целый день. Ехали, ехали, ехали. Ну, если что, потом где-то на заправке тормознем, они вроде там были. Сейчас у нас, смотри, по времени почти 3 часа. А если рынок, как правило, Манос, да, работает до 4, мы не успеем. Поэтому поедем в Махачкаву на рынок. У нас планы меняются, конечно, с какой-то астрономической скоростью. Хотим одно, в итоге получается другое. Но мне на самом деле нравится. Вот как по кайфу, так и делаем. Я как дагестанец, да, стал говорить. А вот лестница. Слушай, я тебе так скажу, мы немножко меньше энергии затратили, поднимаясь там, потому что там подъем был более плавный. А здесь под углом, блин, 45 градусов спускаешься. Может быть, через камеру не передается. Вот так я, на самом деле, аккуратно шагаю, чтобы не оступиться. А, нас, Марк. Тебе понравилось? Очень, очень красивая территория. Ай, 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 иди сюда. Ну, я опять же паную, холодно, холодно. Я замерзся. Я тоже не сказала, потеплее бы мы с тобой об одном и том же думаем. Когда я рассказываю все это на камеру, когда долго утакуешь по холоду, у меня уже губы вот так вот просто. Губы слипаются. И руки очень сильно замерзают, да. Ну ничего, сейчас в машину сядем, погреемся. Домашнее блюдо. Подсказка о кухне. У Оксаны. У Октая. А мне Оксана показалась. А я думала, сова. Красивый. У меня уже батарейка садится у экшн-камеры. Поэтому сейчас тачки я поставлю на зарядку. Я уже не могу просто. Жмыгаешь носом, потому что у него самого такая же фигня. Ты уши потрогай моей. Ну я не особо могу потрогать, потому что руки тоже ледяные. И я не чувствую разницу. Здрасте. А можно на камеру привет передать? Привет передавай. Всем привет, ребят. Подписывайтесь на канал. Ясно? Так вот, следуйте советам молодежи. Уставим младенцы, что называется. Все, садимся и греемся. Ой, хорошо. Как здесь. Тепло прям. Блин, ну стоп, и здесь грязи. Едем назад в Махачкалу на рынок номер 2. Наверное, самый популярный, по крайней мере, по количеству оценок в Яндексе. Он работает до 7 часов. Мы туда приедем к 5 часам 9 минутам, если навигатор не обманывает. Там попродим, закупимся. Ну и дальше, наверное, поужинаем и будем сериалы смотреть. Завтра постараемся так же рано встать, для того, чтобы застать солнышко. Че? Мы вчера тоже думали, что придем. Мы пришли в номер, часов 7-8, наверное. И думали, сейчас сериалы посмотрим, чем вкусненько перекусим там перед сном. Нифига, что я вырубилась рано, потом ты одну серийку глянул и вырубился. Мы сейчас нагулялись с тобой, надышались воздухом, немножко подзамерзли, все покушаем и такие. Времени у нас не очень много будет, для того, чтобы по рынку побродить. Я опять же сказал, что в 7 он закрывается. Меньше 2 часов. Хотя, с другой стороны, мы же не будем прям до закрытия там. Так посмотрим по верхам, что-то позаписываем. Ну и купим, конечно, что-то. Этого я больше всего и боялся. То, что не найду место слева, справа, все занято. Даже какой-то местный эвакуатор работает. И вот так вот жду, когда кто-нибудь придет в своей машине и освободит. Ну повезло, чуть прямо проехал и выезжал в Мостедес парковочное место. И я такой сразу же хопость занял. Так, там что-то Катюха упала. Обтерлась. Ну все, пойдем искать, где тут вход. Сколько тут всего-то, а? Рыбный отдел. Смотрите, сколько всего вкусного здесь. Белый амур, что только нет. Я очень мало снимаю здесь на рынке. Прикупили урбечь, когда придем в отель, вам покажем, какие мы вкусы выбрали. Ну и основные видосы будут у Катюхи по рынку, потому что я что-то как-то не особо снимаю. Ну мы по-моему идем снова в ту область, где мы были. Даже зоомагазин есть. Рыбки, хуэ, комета, золотая, сом. Терепахи даже продаются. Барбусы красивенькие. Катя прям заморачивается. Так снимает детали. Смотри, как она милаш. Да я вижу, что милаш. Короче, ребят, обязательно залетайте Катюхе на канал и смотрите, что она на рынке не снимала. Сколько у вас тут, а? Тусовочка, а? Здорово, пацаны и девчонки. Здорово, здорово. Как у вас так много? Ты куда? Ваше? Не, нам не надо. Мы когда придем в отель, покажем наш улов. Вообще в целом прикольная тема. Такая некая социализация. С продавцами поговоришь, они какие-то истории порассказывают. Ну и в целом много вкусненького разного взяли. Родным и близким. И себя они обделили. Сейчас уже, да, поедем в отель ужинать. Пошел дождик. Поэтому надо нам ретироваться, Катюх. Мы не усилились. В целом очень довольны. Такие рынки, они на вес золота. Потому что в Москве только хипстерские остались. Ну и это немножко не то. Ехали в родную гавань. Отель Жак. Сейчас пойдем на 10 этаж. Сразу же поужинаем. Я вот думаю, может мне тоже мясо взять, а? Такие вкусные у тебя были медальоны вчера. Вообще пушка. Только единственное, без хлеба надо есть. А то я офигею. Ага, возьмем лепешку в номер. А сейчас я просто мясо поем. Такая лохматая. Вот она. Вот и мы. Похотая, к бене. Чуть-чуть мокренький. Все? Я, блин, это. Ну ладно. Ну все, ветер. Я не виновата. Точно не виновата? Точно, сто процентов. Сейчас ждем полчасика и будем кушать. И потом с собой лепешки возьмем. Ну уже в номера. Ну такие вкусные, господи. Я вчера вообще от какой-то жадности три порции заказал. В итоге все не доели. Взяли с собой в номер и забыли. И забыли, да. Благополучно. Ну и уж засыпали. Скорее всего. Потому что они свежие, готовятся прямо здесь и сейчас. Ну и по напичку взяли. А мы еще хотели с тобой показать на камеру. Я даже говорил. Покажем все, что купили на рынке. В итоге все оставили в машину. Ну да. Короче, ладно. В какой-то серии. Да, покажем. Там все одинаковые баночки. Просто на одном написано. Урбеч-миндаль. Урбеч-фисташка. Урбеч-лен. Урбеч-ассарти. Короче, ребят, это очень вкусно. Я первый раз в жизни попробовал. Вот сколько раз здесь был, да. И слышал об этом. Многие рекомендовали. Я смотрел видосы. Вот как раз дагестанского рынка номер два. Люди подходили, палочками пробовали, говорили, пушка-бомба. И я как-то, знаешь, мимо меняет. Проходил я все время в горы, горы, горы. В городе, ну, типа, вот в ресторан. Сегодня попробовал. Вкуснотища. Фисташка это вообще просто супер топ. Это самый дорогой у них вкус. Баночка средняя стоила тысячу. Остальные там подешевле. 350-400. Ну, вы сами понимаете. Фисташка, в принципе, дорогой удовольствие. Я думаю, что миндаль дороже, чем фисташка. Ну, в плане как орешки. Нет. Нет, фисташка дороже. Фисташка это вообще очень дорого, да. Если брянским моим родным сильно понравится, то у нас получается сколько? Две банки миндаля. Возможно, я баночку миндаля просто. Тут я еще с пакетами. У меня томаты, которые действительно пахнут томатами. Нам соль отдельно дарит. Ой. Соль, я все так. Вот как у бабушки в деревне. Вот, честное слово. Да, вот так. У нас тут мандарины. Ну, ничего удивительного. Я думаю, абхазские, скорее всего. Слайки, я же забрала. Вот, и... Я так захотела клубники. И клубнику взяли. 300 рублей всего. Сказали, сказали азербайджанское. Это не дешево. Кстати, очень вкусно пахнет. Я думаю, будет ладонь. Прям клубникой, да. Прям. Должна быть сладкая. В номерах съешь. На самом деле, за такой вес, объем 300 рублей, это не дешево. Слушай, а у нас сколько? 5 ягод, блин, 700 рублей. Ну, да. Ну, я имею в виду зимой. Поэтому летом-то понятно. Это прям супердорого. Да, сейчас я в клубнику есть за неделю до Нового года. Это для меня что-то необычное, конечно. Все, друзья, принесут еду. Покажем, как выглядят эти миндальоны. Я не уверен, что вчера показывал вообще что-то. Не знаю. Ты показывала у себя? Я вроде да. Ну, я у себя тогда покажу. Ну, что, приступим, друзья. Это что-то наше мискор. Что-то просто нереальное. А у меня с картошечкой фри. И напиток. Катя сказала, что это похоже на блюд куросаву. Куросаву, куросаву. Что-то есть сироп такой. Ну, это безалкогольный, понятно. Все, приятного аппетита, кто ест вместо с нами. Да, котенчик? Ты даже так не делаешь, когда... Пошля. После меня можно тарелку не уйти. Хотя еще там досербывает. Ну, конечно, намедленнее меня есть. Что тут говорить? У нас тут заиграла живая музыка. У нас с Катей даже спор произошел. Вот тут колонки висят. Я говорю, живая музыка. Я говорю, да нет. Я потом выхожу, там же уголок. А там девушка стоять с микрофоном и поет. Как было на самом деле теперь? Он спрашивает, это что, живая музыка? Я говорю, не знаю. Я такой, я не знаю. Я потом говорю, да нет, что-то, наверное, запись. И через какое-то время я говорю, не, все-таки живая. Он пошел, посмотрел, я же говорил. Хотя вначале просто спросил, что, живая? Да говорил я живая. Женщина, вот как обычно, просто. У меня память, я все помню. Все помню? Был вопрос. Я вам рассказал, как она все помнит. Мы закончим этот влог тем, что мы заказали лепешки в номер. Они очень вкусные, я про них уже неоднократно говорил. Теплые? Ой, хорошо. Взял напиток себе, только забыл какой. Немножко на болото он похож. И у Катераф. Не знаю. Я забыл. Кормонод какой-то, да? Ну, ну просто терял, смотри, я что-то как-то интуитивно. Это не Раф, это какая-то сливочная нежность. Так и называется в меню, а Раф там отдельно есть. Я его сегодня утром брала. Что, не очень? Не, вкусный. Только я не понял, что за вкус? Блин, я не знаю, честно. Вот и я не знаю. Вот и я не знаю. Так, давай попробуем эту сливочную нежность. Вообще скажу, кофе там есть? Вкусный, мне нравится. Давай, тащи в кровать и пойдем смотреть. Ура! Ура! Все, друзья, заканчиваю этот влог. Вот так вот мы заканчиваем влог. Придурки. Все, друзья, встретимся там в следующем. Давай, раз, два, три. Ты мое, а я твое. Давай. Давай. Л together. Твое. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok